Детский Евровидение Детский Евровидение Детский Евровидение Специалистов, музыкантов, бэк-вокалистов, вокальных детских коллективов Чем вы больше всего довольны? Что вам лучше всего удалось? Я больше всего доволен тем, что организаторы Евровидения пошли на колоссальный эксперимент И в этом году решили чуть-чуть отойти от пластмассы Мы понимаем, о чем я говорю И все-таки вспомнить про то, что детское Евровидение для детей И нужно вспомнить про магию, сказку, волшебство, превращение Это необходимая часть детства Нам это очень всем важно И я очень рад, что они дали такую возможность в этом году Ну и противоположный вопрос Что вы сожалеете, что вам, наверное, не удалось? Не хватило времени? Не хватило еще чего-то? Вы знаете, мой таймлайн Мой прогноз по моей личной расходной части Потому что я здесь подключался самостоятельно к этому вопросу Они все совпали с ожидаемым результатом Я очень люблю работать по выстроенному таймлайну Те специалистов, кто затягивал время Кто пытался подвести, схалтурить Кто не хотел делать магию А хотел просто заработать денежку на детях Он просто не работал в моем проекте Пускай заработчанством занимаются на других проектах Когда речь идет о детях Лично я это не позволю Конечно, мне бы хотелось, чтобы Быстрее происходили моменты, связанные с утверждением С пересылкой файлов Ну это уже фантастика Это уже некий идеальный мир Но на сегодняшний день я очень рад, что Как я и обещал организаторам Что 28 ноября в 19.30 по киевскому времени Я отдам оформление Евровидения И загружу его в слот машины Я был рад, что в 18.30 я это сделал Расскажите, а вы не планируете ли какой-то, скажем, онлайн-релиз Музыка всего оформления? Поскольку в 2008 году был выпущен диск с оформлением конкурса В 2010 году выкладывался музыкальное оформление конкурса Вы планируете ли выложить для... Ну смотрите, обычно это имеет смысл делать организаторам Евровидения Потому что мне, наверное, как композитору В себе, в портфолио Но не нужно иметь там свой сайт, выкладывать Это как свою демку Быть может, это нужно некоторым специалистам, которые были задействованы в этом проекте Потому что они себя смогли по-другому проявить Но я для себя это как самоцель не вижу Мне бы хотелось, чтобы эта музыка, это настроение, эта магия дошла до детей Но с точки зрения собственного промо Мне лично это не нужно, потому что, честно, я вам признаюсь Я вчера как только выдохнул после оформления Евровидения Я просмотрел свой график И я понял, чем я занимаюсь 28 мая 2013 года О, 2014 года Сори То есть у меня большой плотничок, я не беру работу А что вот из-за того, что задействовано здесь, будет вам использоваться в дальнейшем? То есть будет ли Злата петь эту песню, которую она будет петь здесь? Или еще какие-то... Ну, хорошо Это магическая история Ну что-то будет использоваться? Или это исключительно для вот этого продукта? Все, что касается оформления Евровидения Это было сделано специально плод Евровидения Мало того, то, что написано для интервала акта Златы и Тимура Это некая адаптация с пристрелом на то, что произойдет в начале лета О чем я вам, к сожалению, не расскажу Но уверен, что вы первые, кто будете знать об этом, Андрей, учитывая... Нас ждет что-то интересное летом Хорошо И расскажите нам о песне Украины Как получилось, что вы работаете с ней? Какие ожидания у вас от нее? От Софии Террасовой? Знаете, очень интересная ситуация Потому что, по-моему, 6 или 7 июня этого года У меня раздался звонок Меня пригласили посидеть в жюри на детское Евровидение, на полуфинал Я приехал Я убедился, что очень много интересных детей Мне настолько понравилась эта тема Потому что перед этим Последний раз я работал с детьми Может, это нельзя говорить Но это достаточно знакомая украинскому слушателю песня Я делал продакшн Песенка для Киевстара Которую исполняла Руслана здесь с детьми И после этого я настолько тогда был Слишком много энергии отдал Что я понял, что с детьми я не работаю В этом году мне это невероятно понравилось Я увидел много сильных детей Талантливых, крепких И я решил попробовать себя как автора детской песни Но мы отбирали, получается, не 20 участников, а 18 А я спросил, подождите, а где еще два участника Можно я на них посмотрю Но я же должен видеть Относительно каких отправных точек мы отбираем остальных детей И мне показали Это две мощнейшие девочки Причем я не знаю даже, кто лучше Одна старше, другая младше Я пообщался с младшей, мы познакомились Я попросил попеть Мне это безумно понравилось И уже после, получается, полуфинала Мы попробовали с ней поработать Как соавторы песни Она невероятно творческая, талантливая В ее песне, в принципе, опять-таки ее энергетика Я лишь это усилил Скажу, признаюсь вам честно Я не люблю такие жанры Но это вот жанры той музыки, которую сейчас воспринимают дети Это модно для них Они ее слушают Я лишь адаптировал Для того, чтобы это можно было понять взрослым Мне больше нравятся широкие формы Ну А вот София нам рассказывала, что это именно вы посоветовали ей петь в одиночку на сцене Это так? И почему это так? Давайте так Я не постановщик и не режиссер Я не профессионал в этой области Поэтому я не имею права делать такие советы Но я понял, что она имела в виду Я очень хотел, чтобы вот те добрые глаза Ее открытые вот эти вот глаза всему миру Она очень любит жизнь Она очень любит людей Она очень любит детей Она очень любит музыку Я попросил, скорее даже не ее, а других специалистов Которые отвечают за это Не создавать отвлекающих моментов Которые бы отвлекли от ее вот этого чистого взгляда Пускай Вот пусть маленький промежуток времени Но она сможет дать европейскому телезрителю Свою энергетику через взгляд Через, может быть, движение рук Это у нее очень чистый посыл Я понял, что для нее Пусть даже вот эта маленькая, малюсенькая популярность под названием Человек, который представляет страну на детском Евровидении Она не является самоцелью Она уже с детства понимает, что популярность Это инструмент Для того, чтобы просто мое творчество Мои мысли, мою музыку Услышало чуть больше людей Чем у артиста, который не популярен Вот это тонкий момент Вот такие нынче детки пошли Отлично Ну, наверное, на этом мы будем закруглять наше интервью Я очень рад, что вы приедете Я тоже рад очень видеть Желаю успеха Желаю вам самим получить удовольствие от вашей работы Я уже это сделал Теперь остается дело за вами Хорошо, мы тоже постараемся Спасибо Спасибо большое Спасибо 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 Спасибо